Всем привет, скульптурец Альфа 6, и хотелось бы в этом ролике рассмотреть, как сделать шлем Железного Человека. Кому интересно, загляните на стримы Тимура, ссылку оставлю под видео, посмотрите, как он сейчас делает персонажа, именно тоже шлем Железного Человека творит. И вот, зажёг он меня своим стримом, захотелось тоже посмотреть, как бы я его сделал, этот шлем. Ну, погнали разбираться. Моя любимая программа скульптурец Альфа 6, здесь хорошо делать заготовки и болванки, очень незаменимая программа, советую. Так, можно делать и сферы, уже полностью моделировать, рисовать, уплотнять, кому как удобно. Можно также делать модель именно уже с готовой заготовки. Сейчас я вам её покажу. Вот такая заготовка, по прошлым моим работам у меня таких заготовок много. Я их делал именно, чтобы сэкономить время, когда в скульптуре слепишь, чтобы не тратить время именно на эту вот болванку. Потому что каждого персонажа приходилось лепить с ноля, со сферы, и приходилось постоянно делать заготовку. Вот я их наделал и с них леплю теперь. Вот это, как ни на есть, может подойти именно к железному человеку, к маске. Вот давайте с неё сейчас начнём что-то делать. Так, переключимся на граф, включим play и порисуем. Прибавим кисть чуть побольше, интенсивность. Отрегулируйте, как вам удобно. И вот эту часть, вот так вот немножко порисуем. Также всё это дело можно выглаживать, используя смут клавиша B английской раскладки. Всё вот это подкорректируем. Вот таким вот образом. Ну и немножко давайте теперь поработаем резкой. Наметим полностью все детали, как это в принципе должно смотреться, да? Так, здесь резкую интенсивность уменьшим. И пройдёмся, можно даже детализацию наполовину поставить. Так, ну и погнали рисовать. Начнём, наверное, с лицевой части. Наметим рот. Здесь будет ровная часть. Потом рот уходит вот так вот в бок и поднимается кверху. Вот такая штука. Здесь получается у нас будет резка. Тоже вот эту часть немножко подрезаем. И уходим вот так вот на конус. Здесь делаем вот такую штукенцию надрез. Надрезаем глаз. Вот так вот. И теперь от глаза поднимаемся кверху и уходим вот так вот в бок. Вот. Это сделано. Теперь нужно наметить вот эту часть затылочную. Рисуем. Уводим. Вот такое что-то получается. Опять же, это всё намётка пока. Слишком не расстраивайтесь, если будет неказисто. Так, наметим телеглаза. Уменьшим кисть и прибавим интенсивность. Вот такая штукенция получится. Верхнюю грань надо ровную. Вот так. И уход. Вот что-то в таком духе намечено. Так, теперь что можно сделать? Корректируем верхнюю вот эту часть. И вот эту нижнюю. Чтобы был нам ориентир. Теперь ставим флаттен выглаживание. И давайте немножко повыглаживаем. Интенсивность можно прям поменьше ставить. И кисть тоже. И потихоньку, не спеша, никуда не опаздывая, вот это всё делая, выглаживаем. Так, теперь боковой частью можно заняться. Вот так вот всё это делая. Подкорректируем. Немножко поставим побольше. И вот так вот уплотним. Так. Смотрим со всех боков, со всех ракурсов, чтобы более-менее всё это дело мягко выглядело. Так, вот такая штука получается. Давайте теперь наметим глаза. Вот так дорисуем. И здесь вот так вот смягчим. Вот эту часть можно нос, где намечен, убрать прям побольше его. вот таким вот образом. И немножко пройтись флаттеном. Потому что выпуклости нам не нужны. Вот так вот. Так, теперь наметим боковую сторону, вот эту, где глаз. Примнём. Уберу ухо. Она нам тут не нужна, намёткая. Так, и теперь немножко поработать нужно с челюстью. Тоже выглаживаем его вот так вот. Вот таким вот образом. И немножко вот здесь коллектируем подбородок. А вот переднюю часть делаем чуть-чуть ровнее. Вот что-то так. И низ. Немножко подведём. Опять же, когда вы что-то делаете, делайте под разными углами скульптуру. Когда она делает, режет, уплотняет более лучше. Вот так вот. Никогда не режьте лобовую атаку. Не идите на модель. Смотрите её под разными углами. Вот так вот. Так, вот намётка сделана. Теперь смотрим, что да как. Эту часть чуть-чуть делаем покатой, потому что тут уже подбородок пойдёт, её потом вытягивать придётся. Вот так как-то. Ну и когда всё намечено, давайте накидаем вот это вот центральный, как её называют, где будет соединение шлема. Вот так вот. Уже что-то проявляется. Перевернём. И вот эту часть немножко давайте уведём вбок. Потому что тут такого не должно быть. Вот так вот. И чтобы всё получилось хорошо, нужно теперь вот это, я думаю, что придать более-менее правильный вид. Ставим граб побольше. И вот так всё это дело немножко вытягиваем. Смотрим, где глаза. Тоже немножко вытягиваем. Ухо вот это уводим чуть вдаль. Вот так. Ну и поработаем, наверное, с затылком. Потому что у человека затылок плюс там провода, наверное, ещё что-то, шлем должен быть не в притирку. Вот что-то так вот. Вот. И давайте теперь наметим нижнюю часть. Опять же ставим драф, клей. И рисуем вот так вот намётку. Опять же, всё намечаем. Это чисто будет болванка. Потом можно будет за браш уже её сделать более-менее чёткую. Вот так вот. Поднимем вот эти части тоже. Вот таким вот образом. посмотрим, что у нас с черепом. Здесь можно чуть-чуть прижать. Вот уже вырисовывается. Но нужно теперь поймать вот эту вот именно симметрию, чтобы маска не была слишком вытянутая, допустим. Вот что-то в таком духе. И чтобы симметрично более-менее выглядел подбородок. Ставьте, опять же, под разными углами и вытягивайте его. Не бойтесь. Делайте побольше. Лишнее можно всегда убрать. А если вы что-то уберёте больше, то добавить будет уже проблематично. Так, вот эту часть чуть-чуть выводим вперёд челюсть, челюстную. Так, вот эту часть немножко приподнимаем и давайте немножко всё это дело дорисуем, чтобы не теряться уже в пропорциях, в деталях. Вот что-то вот так вот. Здесь дорисовываем, как она должна быть. вот так вот, допустим. И вот эту часть чуть-чуть уводим вот так вот вглубь. Вот таким вот образом. Челюсти слишком у нас стали большие, но это всё специально, так сказать, запланировано, потому что всё это надо теперь уплотнять под углом, под разным. Ставим теперь интенсивность побольше, чуть-чуть побольше кисть и вот так это всё дело делаем плоско. Вот так вот. теперь вот эту часть, если вы где-то вот как я сделали вдавленной, немножко можно её тут приподнять грабом. пардон за мой голос, немножко приболел, а так хочется снять как что делать, так что если что-то будет плохо, выключите звук и смотрите визуально. так, увести надо немножко брови, дуги и вот так всё это дело ещё приподнять и по-моему нужно немножко ещё сделать дутую вот так и вот эту часть немножко сделать приподнятой. так дальнейшая корректировка дальнейшую корректировку можно уже продолжить в принципе в зебраж и вот эту часть чтобы там меньше всего делать чуть-чуть вот так можно делать плоскую так ну и немножко поработать вот так затылок вытянуть так вот такая вот заготовка получилась теперь что нужно давайте дорисуем все части которые нам потом понадобятся обведём приблизительно вот вот эту уху вот так сделаем и вот так и уведём так здесь теперь вот от этой части делаем вот такую полосу наискос и вот эта полоса она должна быть вдавленная а вот эта полоса должна быть выпуклая так и давайте немножко теперь тут подшаманим поставим опять же флаттен и флаттеном можно порисовать можно поставить драф и инверсию и немножко вот так вот на маленькой интенсивности вот так вот не спешаем чтобы модель более чётко получилась желательно не спешить и опять же у кого сколько терпения так немножко вот тут вот подкорректируем поднакидать когда вы обводите какие-то детали допустим кистью полосу рисуете потом фишка такая что скульптует очень хорошо это всё дело потом заполняет и делает более-менее ровно так вот так вот так вот Продолжение следует... Вот, в принципе, получилась вот такая заготовка для шлема. В следующем ролике давайте разберём, как это всё делается, что можно сделать в зебраш для этой модели. Всё, всем пока, до свидания.